Не бывает войны без противодействующих сторон. 35 лет назад в Афгане это были шурави, военнослужащие советской армии и афганские душманы-маджахеды. Как выглядели те и другие, показали реконструкторы. Я сегодня одет в форму горка, я сегодня связь. В руках у меня автомат Калашникова, АКМ. Группировочка такая нормальная. Удобная она, холодная, летом в ней не сильно жарко, поэтому нормально справляемся. У меня в руках мушкет, он широко применялся во времена Афганистана. На сегодняшний день является, также у них стоит на вооружении, на сегодняшний день является больше обрядовым оружием. Так как снаряд тут более 30 грамм, то есть он может пробивать, бронежилет в легкую пробьет. На сегодняшний день они также на вооружении в охране президента, в охране дворцов. Это оружие активно участвует. В глазах сегодняшних подростков афганская война – это уже давняя история. Но участники клуба «Рубеж» смогли ее оживить. Мне очень понравилась эта выставка, увидела новые виды оружия, узнала много нового для себя. Я узнала, где, в каких условиях использовалось оружие, также узнала много нового для себя. В Доме культуры также состоялось мероприятие, посвященное Дню воинов-интернационалистов. Присутствовали как непосредственные участники тех уже далеких событий, так и молодое поколение клинчан. Официальные лица поздравили ветеранов-афганцев, вручили награды. Свои поздравления коллегам передали те, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу отчизну. Принимая во внимание обстоятельства непреодолимой силы, мы с Мишкой сейчас находимся немножко не дома. Но мысленно, мужики, мы с вами. Что хотелось бы в этот день вам пожелать всем? В первую очередь, здоровья вам и вашим близким. Музыкальный подарок сделали местные исполнители и ансамбли. Светлана Дробкова, Евгений Цветков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов. Клинцы.